Я не мог себя собрать, просто собрать себя не мог. Я не мог видеть его, слышать о нем. Это был мой враг. Враг. Настоящий, большой. Я его ненавидел. Я работал, 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 работал. Это невозможно. Отматывая всю жизнь назад. Всю. Кадр семь, дубль два. В 1936 году он был репрессирован, 10 лет он отсидел. И вернулся? Да, вернулся потом. И папа помнит очень хорошо, как это было, когда его забирали. Он был мальчишкой, ребенком. Пришли под утро, боялся открыть глаза. Лежал мальчик совсем еще был. Папа и мама поняли, что хоть, значит, не могут жить друг без друга. Мама пошла рассказать об этом мужу. И папа ждал ее внизу. Она поднялась наверх. Ее долго не было. Потом папа говорит, что я извелся просто страшно, потому что я все равно не понимал до конца, чем закончится этот разговор. Как бы, значит, потом мама рассказала, что он был в шоке, он умолял ее остаться и так далее, но мама сказала, что нет. И мама спустилась, и он спустился за ней. И папа помнит, что мама подошла к нему и сказала, что пойдем. И они пошли, и он шел за ними молча. И папа говорит, мы шли, и я не понимал, что сейчас, как, что вот, что сейчас может сзади быть, прилететь. Ну все, они ушли. Мне казалось, что это можно еще реанимировать, чтобы у нас могут вернуться отношения. Ты ощущал это как поражение свое? Конечно. И поэтому больше не женился? И поэтому тоже. В этом я очень много всего намешан. И, во-первых, я знал, что я встретил свою женщину, и у нас родился сын, и это мое счастье было, и моя мечта. И я знал, что это моя модель жизни, и семья. И когда мы расстались, у меня развалился мир. Просто наша семья не мог себя собрать. Просто собрать себя не мог. Я ведь вообще не привык жить один. Я вообще никогда не жил один, потому что я родился на этот свет сразу не один. У меня всегда был рядом брат. И на 15 минут он мне дал какой-то свободы, ощущение, что вот я один. Дальше все, он появился, и с тех пор, значит, я все время, мы вместе. Я не мог видеть его, слышать о нем. Это был мой враг. Враг. Настоящий, большой. Я его ненавидел. И это был не год и не два. Долго. И потом прошло время, и недавно, недавно. Может, год назад, может, чуть меньше. Мы были в одной вместе, в компании в одной вместе оказались. Но у нас друзья очень, так, значит, наши друзья, они и с ней общаются, и со мной. Так же по жизни получал. Мы оказались в одной компании. Бывало раньше, что мы были в одном пространстве. Я не смотрел в его сторону, я не хотел его знать. Я вдруг почувствовал, вот в том, о чем я тебе рассказывал, я вдруг понял, что все, этот человек, с которым моя женщина, моя жена, прожила уже большой кусок жизни, несколько лет. У них уже есть ребенок. Он знает моего сына, он с ним общается, мой сын хорошо к нему относится. Все, все поменялось. И я вдруг, я вообще не понимаю, как это было, я вдруг захотел подойти, протянуть ему руку, чтобы просто как-то сказать ему, ну, не говоря ничего, естественно, вот как протянуть ему руку, просто поздороваться, сказать, что... тем самым, конечно, что, ну, жизнь вот так сложилась, ну, никто не виноват. Или те, кто виноват, уже осознали свою вину, и уже с ней будет жить всегда. Я подошел и пожал ему руку, поздоровался, и нажал руку. Мне вдруг показалось, что мне это так, как-то так правильно, ну, да, относительно меня, относительно вот моей жены, относительно моего сына, относительно всей этой ситуации. Ну, решение, да, было ее. Она очень страдала, очень переживала, ей все время меня не хватало, она мне все время говорила об этом, я все время работал, 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 где-то был, где-то все это делал, она была дома одна, и что-то себе придумывала в голове, и она была с ребенком, и я все время прибегал и убегал, и мне казалось, что я уже знал, что все у меня есть то, в чем я мечтал, и я теперь был весь там, в той жизни, где было дело, где было дело. А ей не хватало, и я не понимал это. И в какой-то момент в этом вакууме, в котором она существовала, и в которой все увеличивался, она поняла, что нужно что-то менять в жизни. Вот это ты бы исправил? Я имею в виду, что ты где-то был, когда она... Я бы хотел это исправить. Если бы, это невозможно. Но если бы это было возможно, и вот, знаешь, отматывая всю жизнь назад. Всю. На одной руке достаточно того, что я хотел бы изменить. Это отношение. Дать больше любви маме. Она знала, что я ее очень люблю. Но дать ей проявить, показать ей, как я ее люблю. К тете. И сделать так, чтобы мы не расстались с живыми. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...